Всех с Новым Годом! Я не знаю, что это, но похоже на новогоднюю ёлку из металлических банок. Это фейская ёлка, понятно. А тут вообще весь парк будет в этих, в таких домиках, тут с детьми ездят специально, чтобы искать эти домики. Ну что, всем привет! Привет! Мы в городе Темплмор, в соседнем городке, приехали в парк его гулять, в местном городском. Покажем вам местные, местные, что, окрестности. Итак, мы находимся вот в этом, вот в этом парке. Здесь обещают, что будут лебеди, скамейки, озеро. И ещё здесь есть типа старого замка, но там, по-моему, просто стена от него осталась, он вроде сгорел, да? Что-то такое мне припоминается. Ещё здесь разная фауна, природа, птички расписаны, какие здесь есть. Там есть такое, типа, с другой стороны будет болотистого озера, вот. Там, наверное, всякие разные живут вот эти вот птички. Сегодня воскресенье, но очень много народу... Ну, не но, а сегодня очень много народу из-за воскресенья, несмотря на то, что погода вообще не очень хорошая. Дождик моресит. Это утка, но должны быть лебеди. Я помню, мы здесь видели лебедей. Вот такая она, вот такая. Вот она. Чистит перчики. В центре там фонтан бьёт. Ну, это, наверное, в хорошую погоду, может быть. А может, кто его знает. Сейчас как-то всё по-другому, может быть. Ладно, пойдём мы дальше. Сейчас в сторону замка. Вообще, здесь приятный такой парк. Мне прям очень он нравится. Жалко, что у нас в городе такого нет. Местная рыбалка в озере. Под зонтиком, если видно, там рыбак сидит. Какая прелесть. Погода вообще странная. То солнце, то дождь. Грозу обещают. Посмотрим. А я иду по газону. Чё и грязно-то здесь быть вдруг. Тут такое колесо. Блин, как оно? Не колесо, а спасательный круг. Ну, тут везде, мне кажется, у водоёмов, да, такие есть. Нашла правила рыбалки. Какие тут есть. Кому интересно, можете остановить видео и почитать, попереводить. А мы пойдём дальше пока. Ну, может, что-то Слава быстро, вкратце, интересно скажет. Нет, не скажет. Он нам не скажет. Написано, что нельзя убивать никакую рыбу в этом озере. Самое главное правило. Поймал, выпустил. Так что рыбалка не для еды, а для удовольствий. Это, по-моему, похоже что-то на разваленный замок. Если я не ошибаюсь, это какая-то часть сгоревшего замка. Сейчас подойдём, там табличка будет, и можно будет посмотреть. Там, по-моему, как раз вот об этом и написано, про какой-то пожар. Проверим мою память на вшивость. The Black Castle. 13 века. Замок. Постройки. 13 века. Руины называются Чёрный замок. Так, ну, в общем, здесь такая же ситуация. Пожалуйста, ставьте на паузу, переводите, читайте. Вот. И да, тут написано, что было разрушено в огне 1740 году. Вот так вот. Давайте пройдём вот здесь. Не как все. Пойдём вот здесь. А это я вот такая вот. Нашли вот такой вот красивый куст с такими цветами интересными. Вот размер примерно вот такой вот. Родендрон мне сказали, что это. Не знаю, пахнет он, пахнет. Тут закрытый не пахнет. Ну, в общем, красивое такое растение. А мы сейчас идём по тропе, ищем выход. Как всегда. Вот тут такие вот дверцы по всему парку на деревьях спрятаны. Их можно ходить, искать. Они могут быть вообще где угодно. И детишки ходят по парку и ищут эти домики. Ну вот. В принципе, видно, когда вот травы нет, значит, сюда подходили, значит, какой-то домик есть. Вот такая дверца. И такое, смотрите, дерево пушистое. Интересно, почему оно такое пушистое. Интересно. Вообще, сам этот парк, он такой прям вот феечный, феечный. Прикольный у него. Он не совсем как лес, а прям такой необычный. Очень много тропинок. Вот опять налево. Непонятно, куда это всё ведёт. Потому что нужно гулять, смотреть. Вот тут опять домик. И ещё одна дверца. Короче, здорово придумано. Так интересно для детей. Сделано. Да даже, ну, не только для детей. Вообще даже самим так интересно это всё. Вот такое какое-то обрубленное дерево варяется огромное. Ладно, топаем дальше. Посмотрим, что ещё интересненького будет. Блин, такие укромные местечки классные. Вообще, прямо хочется в такой забраться. Как вот в детстве. Собираешься, тут с друзьями собираешься. В таком, как в шалаше. Как будто бы. Можно полазить. Там домики, как помню, квартиры какие-то. Там вот это вот на этой ветке моя квартира. Там будет ещё чья-то. Там у меня кухня. Играли когда. Прикольно. Такие вообще деревья. Вон они. Такие извилистые все. Ладно, пойду наших догонять. Короче, классно. Вот в детстве такое, конечно, было бы вообще зачёт. Ещё вот такие вот мостики встречаются в парке. Как объяснить? Ну, в общем, идёшь, идёшь. И вот такие вот маленькие мостики, чтобы, видимо, вода здесь стекала. Такие как ручейки. Ну, сейчас воды нет. Но кое-где есть. Вот как мимо проходишь. Очень сейчас весной всё такое сочное. Такая зелень прям салатового, такого цвета, яркого. Прям вообще глаз радуется. Кайфует. Субтитры сделал DimaTorzok Тут какая-то инсталляция или что-то из гигантских, гигантских деревьев. Или это вообще одно дерево, возможно, даже. Оно просто огромное. Я даже не знаю, как масштаб показать. Вот моя нога. Очень большое. Скорее всего, упало и его нарубили здесь. Гляньте, тут такие маленькие-маленькие дверцы есть. Маленькие дверцы. Вот такие малюсенькие. А дерево... Вот такое гигантское. Просто, просто монстр. Не знаю, сколько ему может быть лет. А тут вот, кстати, в первый раз вижу, что прямо табличка, что электрический этот кабель. Еще колючая проволока. И вот там вот прекрасный вид на какие-то горы. Возможно, кстати, на ту самую... А, это же та самая гора, которую мы вчера забирались. Здесь не приблизить сильно, но вот там вот холмик есть с крестом. Увидите видео до этого, которое мы снимали. Вот такой еще прикольный домик. Тут прям сколочен. Там даже есть вход. Какой-то. А вот такие штуки здесь делают для насекомых, для различных. Куча всяких веток. Там для муравьев, я так понимаю. Вот такие вот именно делают. Прикольно. Тут и для пчел делают домики. Интересно так. Подхожу я к воде здесь. Это часть-то озера, видимо, которое в начале видео. Тоже все забором огорожено. Красотища. А вот тут нет забора. Интересно. Ладно, побегу я. Батарейки уже мало осталось на камере. Хочется до конца пройти этот кружочек, вам все показать. Весь парк. У меня случилась небольшая трагедия. У меня села батарейка на камере. Так что чуть-чуть еще поснимаю с телефона. Надеюсь, более-менее съедобное качество будет. Но все равно я до конца покажу вам этот парк. Так что смотрите. Вот ближе к концу уже этой тропинки, по которой мы шли. Приходим к такому мостику. Сейчас через него пойдем. Здесь такой из камушек выложенный ступеньками мостик. И такое. Как вы думаете, по какому мне идти? Ну да. Обычно я бы здесь, наверное, захотела пройти. Но сегодня я пойду здесь. Вот. Идем дальше. Ну что, я прошла по этому мостичку. Мостичку. Также здесь в парке есть скамеечки такие со столиками. Можно прийти, посидеть, покушать, сыгрануть в картишке. Вот. И рядышком тут водичка. Ну, в общем, классно. Минус только один. Это не в нашем городе. 18 километров до этого города, от нашего. Ну, прям вообще красота. Надо еще сфоткать. Ну, я чуть-чуть. Я стараюсь более плавненько снимать. Как бы стабилизация, в принципе, есть. Просто, конечно, будет большая разница в той камере. Как говорится, ощутите разницу. А здесь слева гольф-поле. Тут вам есть какая-то табличка 3. Что вон обозначает, непонятно. Площадки, Слава говорит. Он же у меня гольфист. И все знает. Так, ну что. Вот здесь вот еще на выходе есть старое кладбище. Рядом с гольф. Гольф этим клубом, или как его назвать. Вот. И сейчас мы увидели, что включили наконец-то фонтан. Его, видимо, в 12 часов включают, как я понимаю. А еще у меня сейчас был стресс-стресс-стресс. Расскажи, что случилось. Он даже не может говорить об этом. Я просто достала камеру, чтобы думала, может, там еще осталась зарядка. А оказалось, что линза для широкоугольной камеры потерялась. И просто мы эту линзу искали просто на черной земле среди листьев. Слава был уже готов сдаться, как он говорит. И сказал, что ну все, здесь нереально что-то найти. И я ее нашла. Это было прекрасно, что я ее нашла. Вот. Вот рыбачок. Ну вот я говорю, здесь написано, что нельзя эту рыбу как бы забирать, как я понимаю. Красиво так, когда облака отражаются. зеркально, да, так? Классно. Но лебеди я что-то не вижу. Там гуси. Ой, тьфу, утки. Лебеди где? Это что, лебеди такие гигантские? Ой-ё. Ну ладно, пойдем туда сейчас. Итак, мы идем к гусью, лебедям, у которых есть лебедята. Это немного опасное действие. Ну, смотри, да, они сподходят, иди тоже ближе. Ну тут, ох, сразу шою. Вот они, красавцы такие. Сколько там много этих маленьких. И фонтан такой на фоне. Ну красота же, ну. Красота. Ну все, наша парочка отправилась. Замыкает круг отец семейства. Так идет смешно. Ну, ради этого стоило сюда приехать, конечно. На этом прекрасном месте я думаю, можно будет закончить это видео. Мы сегодня побывали в парке Темплмор. Так что выходите к нам на канал. Увидите еще много всяких интересных видео и интересных мест Ирландии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok